Переплывал с другом реку, не рассчитал силы, в итоге утонул. Трагедия произошла в прошлый вторник в Козылжарском районе. Водная стихия унесла жизнь 29-летнего мужчины. Это уже четвертая гибель на воде с начала лета. Анжелика Сычева продолжит тему. Официально купальный сезон еще не наступил, а статистика несчастных случаев на воде с каждым днем становится печальнее. Только с начала июня в области произошло 4 случая гибели людей на воде. Один из последних зарегистрировали в селе Кустовом Козылжарского района. Прошлый вторник стал роковым для 29-летнего мужчины. Двое молодых людей отдыхали на одном берегу, решили переплыть на другой. Один переплыл с плавсредством по водоему, второй двинулся за ним. Сильное течение, холодная вода, еще раз говорю. По предварительной информации, пока она достаточно неподтвержденная, что вероятнее всего распивались пятные напитки. Соответственно, не совладал со своими усилиями и начал тонуть. Ежедневно спасатели мониторят санкционированные места для купания. В Петропавловске их два. Это озеро Пестрое и пляж на реке Исиль. Честник еще раз напоминает отдыхающим о соблюдении правил безопасности на воде. Зачастую приходится и помогать людям, говорят они. К примеру, 9 июня во время очередного обхода береговой зоны сотрудники департамента спасли шестерых человек. Катамаран с пассажирами сломался посреди озера Пестрого. Мы мониторим озеро Пестрое и видим, что там используют активно катамараны. По нашей информации, где-то не справились с управлением, заплыли далеко. А есть один из случаев, когда заклинило педаль и так далее. То есть наши спасатели, с учетом того, что патрулируют на катерах, оказали своевременную помощь и не допустили несчастный трагический случай. Несколькими днями раньше честники спасли молодую девушку. Нарушила правила и заплыла за буйки. Самостоятельно вернуться к берегу у нее не было сил. Анжелика Сычева, Михаил Казначеев. Новости МТРК.